Раньше здесь была усадьба Троекуровых, от которой остался храм Николая Чудотворца и несколько прудов. Теперь это филиал Новодевичьего кладбища, площадью почти 30 гектаров. Последний приют отечественных знаменитостей – Троекуровское кладбище. Привет, друзья, с вами профессор Гуглов. Не люблю бывать на кладбищах, да и в принципе, кто их любит. Но есть такие, по которым ходишь, как по музею. Одни только памятники чего стоят. Троекуровское кладбище, к примеру. Оно даже называется торжественным словом «Некрополь». Подписывайтесь на мой канал и добро пожаловать на виртуальную экскурсию. Звезды эстрады Начну, пожалуй, с популярных эстрадных исполнителей. У них особая судьба. Они продолжают жить в песнях, которые по-прежнему звучат в эфире. Стелла из черного мрамора со скульптурным портретом и начальными нотами песни «Подмосковный вечера» установлена на могиле Владимира Трошина, ведущего советского певца, звезды эстрады 1950-1960 годов. Он исполнил более двух тысяч песен, снимался в кино. Валентина Толкунова – народная артистка России, обладавшая задушевным голосом редкой красоты. Покоится под черным гранитным надгробием в форме лиры. На нем размещен барельеф «Драпировка» и «Православный крест». Вверху установлен бронзовый скульптурный портрет певицы. Песня «Спят усталые игрушки» в исполнении Валентины Толкуновой по-прежнему звучит в музыкальной заставке к телепередаче «Спокойной ночи, малыши». Над могилой рок-музыканта, автора и исполнителя песен Александра Барыкина, установлен памятник из светло-серого камня с крестом, трелистником и скульптурным изображением артиста в полный рост. Он написал более 400 песен. В 1970-е годы был солистом ансамбля «Самоцветы». 80-е – рок-группы «Карнавал». Позже Александр Барыкин перешел к сольной карьере. Аллея актеров на Троекуровском кладбище Идем дальше. В Троекуровском некрополе похоронены актеры театра и кино, знаменитые и любимые. Поклонники до сих пор приходят к ним с цветами. Николай Рыбников – народный артист России, звезда советского кинематографа. Он прославился после выхода на экран фильмов «Весна на Заречной улице», «Высота», «Девчата». По актеру сохли все девушки того времени. На надгробном памятнике портрет Николая Рыбникова заключен в рамку кинокадр. Наталья Гундарева Наталья Гундарева несколько лет подряд по результатам опроса журнала «Советский экран» признавалась лучшей актрисой театра и кино. Она блистала на сцене театра имени Маяковского, а в кино создала характерные женские образы в фильмах «Сладкая женщина», «Отпуск в сентябре», «Однажды 20 лет спустя», «Осенний марафон», «Две стрелы». На могиле Натальи Гундаревой установлен беломраморный крест на сером постаменте. Народная артистка России Любовь Полищук снималась в фильмах «Золотая мина», «Двенадцать стульев», «Змей лов», «Интердевочка», «Ширли-мырли» в телесериале «Моя прекрасная няня». Она была признана самой красивой и стильной актрисой и получила театральную премию «Чайка». Могилу актрисы видно издалека, высокую колонну из серого гранита венчает скульптурный портрет из полупрозрачного хрусталя. А вот могила народного артиста России Семена Фарады. На стеле из черного гранита его портрет размещен под полукруглой аркой со сдвинутой вправо театральной кулисой. Актер работал в театре на Таганке, озвучивал мультфильмы, написал книгу «Уно Моменто». Но главное, помните «Маргадон в формуле любви», «Гость с юга в чародеях», «Педро в дуэнье» – это все Семен Фарада. Снялся он более чем в семидесяти фильмах, особенно удавались ему комедийные образы. Заслуженный артист России, популярнейший киноактер и телеведущий Владислав Галкин – тоже здесь, на «Аллее актеров». Впервые он появился в кино, когда ему было 9 лет, в фильме «Приключения Тома Сойера» и «Гэлькбери Финна». Затем было еще несколько детских и подростковых ролей. Но настоящая известность пришла к нему позже, после мастерского исполнения ролей в фильмах и сериалах «Ворошиловский стрелок» в августе 44-го «Дальнобойщики» «Мастер и Маргарита». Успешный и востребованный актер умер в возрасте 38 лет. Над его захоронением установлены две бронзовых скульптуры, сидящий девятилетний актер в образе Гэлькбери Финна и он же взрослый, стоящий в полный рост. На темной могильной плите надпись «Владюша, мы любим тебя». Сюда приносят цветы и игрушечные дальнобойные фуры. А это могил народного артиста РСФСР, актера театра «Современник» телеведущего режиссера Игоря Кваши. Его портрет выгравирован на стеле из черного гранита. Актер много лет вел передачу «Жди меня» на Первом канале. Сыграл более чем в 60 кинофильмах. На аллее актеров можно поклониться и актеру Академического театра имени Моссовета Георгию Тараторкину. Преподаватель в ГИК, народный артист РСФСР исполнил роли в 80 кинофильмах. «Звездной» стала роль Родиона Раскольникова в классической экранизации «Преступление и наказание». Арена цирка наедине с хищниками. Своего рода звезды – артисты цирка. Легенды циркового искусства тоже похоронены на Троекуровском некрополе. Под темной стелой с серым барельефом цирковой кулисы и бронзовым медальоном со львом и изящной женской фигурой покоится народная артистка СССР, легендарная укоротительница львов Ирина Бугримова. До сих пор говорят, что она владела особыми тайнами дрессировки. Грациозно и как бы с комфортом располагалась на ковре из грозных хищников, лежащих в ряд. Ее львы прыгали через огненное кольцо, катались на мотоцикле, ходили по проволоке. За время своей цирковой карьеры Ирина Бугримова выдрессировала 80 хищников. Представитель старинной цирковой династии Вальтер Запашный начал заниматься дрессировкой крупных хищных животных с 28 лет. Вскоре он собрал 38 хищников в одном аттракционе и впервые в истории мирового цирка поехал на льве верхом. Вместе с Вальтером выступала его жена Татьяна и сыновья Аскольд и Эдгард. Сейчас они продолжают дела отца. На его могиле бронзовый укоротитель и бронзовый лев расположились на темном каменном барьере, словно перед ними по-прежнему арена цирка. Первая посадочная полоса на Северном полюсе Сейчас мы отправимся с вами в старую часть кладбища. Тут покоятся герои. Вот легендарный полярный летчик Михаил Водопьянов. В 1929 году он открыл авиасообщение с островом Сахалин, а через десять лет после этого первым в мире посадил самолет на Северном полюсе, чтобы доставить туда экспедицию ученых. В 1941 году Михаил Водопьянов был во главе рейда 18 самолетов, совершивших авианалет на Берлин. После войны участвовал в советских высокоширотных экспедициях. Он написал более 20 книг, которые читаются на одном дыхании, как приключенческие романы. На могиле Водопьянова установлен бронзовый бюст на высоком постаменте из красного гранита. Памятник в духе советской эпохи. Аллея космонавтов Могилы космонавтов легко узнать по треугольным, сужающимся кверху стелам из полированного черного гранита. Космические захоронения Троекуровского некрополя включают в себя могилы Павла Поповича, космонавта номер четыре с позывным «Беркут», Константина Феоктистова, первого в истории космонавта-исследователя ведущего разработчика космических кораблей, Валерия Кубасова, который совершил три орбитальных полета, Леонида Кизима, трижды летавшего на кораблях «Союз». В апреле 2017 года на аллее космонавтов появилась еще одна могила. Георгий Гречко, участвовал в подготовке советской лунной программы, провел на орбите в общей сложности 134 дня и числился в отряде космонавтов до 55 лет. Неизвестная знаменитость Имена ученых и конструкторов ракетной техники, разработчиков систем сверхдальней связи, организаторов космической отрасли, руководителей космодромов не разглашались по жизни. Многократные лауреаты государственных премий, неизвестные знаменитости, их имена рассекречиваются только посмертно в лаконичных надгробных надписях. Точно так же хранятся в строгой тайне имена и деятельность разведчиков-нелегалов. На Троекуровском кладбище похоронен герой Советского Союза Георг Вартанян, агент советской разведки Амир, работавший в Иране. Неудивительно, что вы про него ничего не знаете. Его деятельность была засекреченной, но весьма эффективной и значимой для Советского Союза и хода мировой истории. Его группа предотвратила покушение на Сталина, Черчилля и Рузвельта во время встречи трех мировых лидеров на Тегеранской конференции в 1943 году. Эта операция легла в основу сценария кинофильма «Тегеран-43», а сам Амир был полностью рассекречен только в 2000 году. На его могиле установлен масштабный мемориал с бронзовой фигурой разведчиков полный рост. Из властных структур На Троекуровском кладбище похоронены и опальные государственные деятели, политики сложной судьбы. Председатель КГБ СССР с 1961 по 1967 год Владимир Семичастный, которого считают организатором отстранения Хрущева от власти. В постперестроечное время он охотно давал интервью российским и зарубежным журналистам, но свои роли в заговоре против Хрущева так и не раскрыл. Член Политбюро и секретарь ЦК КПСС Геннадий Янаев, более всего известный как идеолог и руководитель ГКЧП в августе 1991 года. И один из самых известных политиков – Борис Немцов, бизнесмен, оппозиционер, критик властных структур, организатор протестных митингов и шествий. В 2015 году он был застрелен в спину на Большом Москворецком мосту. На его могиле глыба серого гранита, такого же, как на парапете моста. На ней выбита надпись «Немцов» и пять отверстий, символизирующих пулевые отметины. Винни-Пух и все-все-все «Кто умер, но не забыт, тот бессмертен», говорили в Древнем Китае. Так попадают число бессмертных писателей, переводчики и поэты, произведения которых читают и исполняют целые поколения. Необычный памятник, раскрытая книга «Полусфера» из черного гранита, обозначает место захоронения писателя Бориса Заходера. На черных полированных страницах выгравирован фоксимильный автограф литератора и, согласно его завещанию, взявшиеся за руки Винни-Пух и Пятачок, идущие в дальний путь по дороге к Солнцу. И не случайно, это он, Борис Заходер, перевел на русский язык детские сказки «Винни-Пух и все-все-все», «Алиса в стране чудес», «Мэри Поппинс», «Питер Пен». Некоторые памятники — настоящие произведения искусства и достойные места в музее. А вы когда-нибудь думали, как будет выглядеть ваше надгробье? Пишите в комментариях сразу после видео, подписывайтесь на канал Профессор Гугл, смотрите другие истории, а я пока посмотрю, в какое необычное место мы отправимся в следующий раз. Пока!